А сейчас к теме коммунального хозяйства областной столицы мы уже неоднократно рассказывали о том, который год жители Тверского микрорайона Соменко жалуются на разлив нечистот вблизи своих домов. Но это еще не все. Из-за того, что Тверь водоканал демонтировал насыпной мост через реку, чтобы спустить застойную воду, жители домов по другую сторону реки теперь остаются, так сказать, на необитаемом острове. Тем временем по соседству на улицах Голландской и Заречной жители бьют тревогу, ведь перевоз стройматериалов на близлежащую стройку теперь происходит через их двор. Есть ли оптимальный выход из этой ситуации, разбиралась Анастасия Новичкова. Фекальный коллапс захватил жителей Тверского микрорайона Соменко. Из-за характерного аромата канализационных вод, особенно с наступлением тепла, людям невозможно открыть окна в доме или выйти на прогулку и подышать свежим воздухом. По вечерам очень сильно неприятный запах, укладываем ребенка спать, не можем открыть окно. И уже это повторяется, наверное, вторую неделю периодически. В зависимости от погодных условий запах такой, что окно не открыть. Не только одна наша улица, а весь район страдает. Пока одни жители беспокоятся за свое здоровье, вдыхая миазмы, другие не могут подъехать к своему дому. А все это из-за давней проблемы с городской канализацией. В ходе ремонта коллектора Твереводоканал демонтировал насыпной мост через реку Соменко, дабы спустить застойную водицу. Но до конца дела пока не довели. Хотя, по словам руководства этой организации, трудятся над этим по 14 часов в день. К решению этой проблемы присоединился депутат Государственной Думы Владимир Васильев, который собрал всех участников этой истории за одним столом, чтобы обсудить пути решения коммунального коллапса. Руководитель фракции «Единая Россия» обратился к представителю водоканала и указал на необходимость полноценного устранения аварии. Уйдет запах, уже будет легче, правильно? Уже не будет таких эмоций. А дальше все на вас, все надо делать системно и обстоятельно. Но смрадный запах далеко не единственное последствие проблемы. Жители многоквартирных домов по соседству на улицах Голландской и Заречной устраивают настоящие забастовки. А все это из-за того, что насыпная переправа была демонтирована и нарушился маршрут перевоза строительных материалов к возводимому рядом многоквартирному дому. Застройщик был вынужден изменить маршрут и пустить крупногабаритную технику мимо жилых домов. Ну вот эти большие грузовики, да? Здесь дети гуляют маленькие. Самая главная проблема, я переживаю за маленьких детей. Одно из решений этих проблем было предложено самим застройщиком. Он готов самостоятельно за свой счет нанять подрядную организацию для возведения новой переправы через реку Соменко. Такое решение устроило бы и жителей, и строителей. Депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев поддержал эту инициативу. Десятки обращений в наш адрес, недовольные. Два дома вообще отрезаны даже от пожарной машины. Предложение. Застройщик готов за свой счет восстановить эту нацию более качественно. И казалось бы, вот оно долгожданное решение проблемы. Но не тут-то было. Против выступает Тверь-Водоканал, который до сих пор не окончил работы на этом участке. Хотя обещано было к середине апреля. Мы восстановим его для пешеходов. То есть он будет пешеходный мостик. Положим также метровую трубу. Возможно, две, чтобы Соменко больше пропускная способность была. Но это будет сделано где-то недели через три, не раньше. Сейчас же руководители вышеупомянутой организации называют уже иные сроки. Что же касается окончания ремонта самого коллектора, то этот процесс будет проходить поэтапно. К 1 октября уже вот этой проблемы не будет. Основная масса проблем уйдет к 1 июня, когда мы этот участок запустили. Следить за соблюдением сроков ремонта Владимир Васильев поручил депутатам Законодательного собрания Тверской области Станиславу Петрушенко и депутату Тверской городской думы Дмитрию Нечаеву. В свою очередь мы, как представители четвертой власти, также будем следить за развитием событий. Законодательного собрания